Здравствуйте! Нам надо выяснить, сколько дюймов в 4,1 вторая ярдах. Давайте запишем вот здесь. 4,1 вторая ярда. Когда мы имеем дело с дробями, когда мы умножаем или делим дроби, то неудобно это делать со смешанными дробями. Поэтому я хочу преобразовать эту дробь в неправильную. Я сделаю это вот здесь, вверху. Итак, у нас есть смешанная дробь 4,1 вторая. Преобразуем ее. Знаменатель останется неизменным, то есть 2. А здесь 4 умножить на 2 – это 8. Смотрите, в 4,8 половинок. Давайте я это все запишу. 4 – это 8 вторых. А теперь 8 вторых плюс 1 вторая – это 9 вторых. А чтобы сделать это все намного быстрее, нам стоит всего-навсего 4 умножить на 2 – это 8. 8 плюс 1 – это 9, то есть мы получим 9 вторых. Таким образом, 4,1 вторая – это то же самое, что и 9 вторых. Значит, 4,1 вторая ярда – это то же самое, что и… я запишу это здесь… 9 вторых ярдов. Теперь нам надо ярды преобразовать в дюймов. Давайте все делать постепенно. Сначала преобразуем ярды в футы, а затем футы в дюймов. Чтобы преобразовать это в футы, нам нужно помнить, что в одном ярде 3 фута. Другими словами, 3 фута на ярд. А теперь, если мы перемножим 9 вторых ярда и 3 фута на ярд, то ярды здесь сократятся, останутся только фут. То есть нам надо 9 вторых ярда умножить на 3 первых фута на ярд. Может, так будет понятнее? Нужно так себя проверить. Неважно, сколько у нас ярдов, футов должно быть больше, поскольку в одном ярде 3 фута. Если 1 ярд – это 3 фута, то 2 ярда – это 6 футов. Если так подумать, то надо просто количество ярдов умножить на 3. Вернемся к нашему выражению. Мы умножаем на 3. 9 умножить на 3 – это 27. А в знаменателе остается 2. Нет, давайте, наверное, все делать постепенно. Итак, мы записываем 9 вторых умножить на 3 первых. Ярды умножить на фут и на ярд. Ярды сокращаются, а остается 9 умножить на 3 – это 27. Следовательно, здесь у нас будет 27 вторых футов. Таким образом, мы выяснили, что в 4 целых 1 второй ярда 27 вторых футов. И это понятно, так как футов должно быть в 3 раза больше. Все правильно, так как 27 вторых – это 9 вторых умножить на 3. Следовательно, у нас 27 вторых футов, а нам нужно преобразовать их в дюймов. Для этого надо только знать, что в одном футе содержится 12 дюймов. А значит, мы должны умножить на 12. Не важно, сколько у нас футов, дюймов должно быть в 12 раз больше. Например, 1 фут – это 12 дюймов, а 2 фут – это 24 дюймов. Следовательно, чтобы узнать количество дюймов, нам надо 27 вторых фута умножить на 12. Итак, мы 27 вторых фута умножаем на 12. Запишем здесь дюймов на фут. Мы делаем это для того, чтобы с единицами измерения все было правильно. Футы сокращаются, так как это одна единица измерения. Мы с вами можем просто поменять местами элементы нашего выражения, так как порядок здесь не имеет значения. А значит, мы можем записать 27 вторых умножить на 12. Футы умножить на дюймов на фут. Итак, футы сокращаются, поскольку это одна и та же величина. А значит, остается 27 умножить на 12 делить на 2 дюйма. Вместо того, чтобы перемножать 27 и 12, а потом делить все это на 2, давайте посмотрим внимательнее. Как видите, и 12, и 2 делятся на 2. Давайте разделим на 2. Так мы упростим наше выражение. Итак, 12 разделить на 2 – это 6. 2 разделить на 2 – это 1. Следовательно, мы получим 27 умножить на 6 дюймов. Давайте найдем, сколько это будет. Итак, 27 умножить на 6… 7 умножить на 6 – это 42. 2 пишем, 4 запоминаем. А 2 умножить на 6 – это 12. 12 плюс 4 – это 16. Таким образом, это равно 162 дюймам. В принципе, так оно и должно быть. 4 целых 1 вторая ярда – это 27 вторых футов. Затем мы умножили на 12 и получили количество дюймов. Если быть точнее, 162 дюймов. Надеюсь, все было понятно. На этом все. До скорых встреч! • Подписываем в легендарное плечо 3. Подписываем в легендарное плечо 5 см. С 알шим в легендах. Ух, по-другому! Подписываем в легендарное плечо 5 см.